Следующая тема, которая у нас пойдет дальше, это фальшивые республики Донбасса. Почему не существует ДНР? ДНР каждый раз добавляем псевдореспублика, добавляем кавычки. Важно это понимать, важно понимать, понимает это в принципе сейчас все украинское сообщество. Важно, чтобы все понимало также и российское сообщество, это сейчас. Гостя присоединяем, Константин Скоркин, независимый журналист и политолог, уже с нами на связи. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Сейчас говоря о фальшивых республиках Донбасса, как вы считаете в контексте пропаганды Российской Федерации, в контексте создания псевдореальности, о которой мы постоянно говорим в нашем эфире, что делает российская пропаганда, пытаемся дать здесь реальные факты. Российская Федерация, российские зрители, россияне, понимают ли они степень вот этой фальшивости, степень нереальности самопровозглашенных республик, или же считают, что это все же население, которое там проживает, которое действительно ждет российскую армию и действительно хочет вот этого псевдоосвобождения? Ну, понимаете, сейчас вот эта реальность медийная, которая существует в России, она же возникла не сейчас, вот там не 24 февраля она сформировалась. Все предыдущие годы, с 2014-го начиная, шла массированная обработка российских телезрителей этой темы, потому что существует некий народ Донбасса отдельный, не имеющий отношения к украинскому, который был как бы в результате исторической ошибки вовлечен в состав, собственно, украинского государства, и теперь Россия эту ошибку исправляет и борется за независимость, и помогает вот этим людям из Донбасса, которые на самом деле русские люди, которые были в угнетении и так далее. То есть и все 8 лет предыдущих российские телеканалы об этом беспрерывно рассказывают. То есть, в общем-то, и сейчас картину мира, если посмотреть российские телеканалы, то там можно увидеть, что идет, ну, как бы такая планомерная работа, да, вот по освобождению, люди рады, освобождают, как бы, то есть картинка, абсолютно не имеющая ничего общего с реальностью, но, тем не менее, она воспроизводится, и, оказываясь, вот, ну, уже подготовленной почей предыдущими годами, она логично встраивается как элемент пазла на положенное ему место. Челкает и срабатывает, как бы, ну, да, там вот фашисты, а там вот наши и так далее. Вот примерно как-то так это выглядит. Поэтому, то есть, это вся информационная монополия, которая существует в Российской Федерации, ну, это достаточно прочная, закрытая система взглядов, очень сложно взломать. Давайте сейчас уточним, что, по сути дела, вот это такое ДНР, так называемое. Мы не можем ее назвать республикой, потому что это, по сути дела, территория, которая Российская Федерация, извините за грубость, отжала Украину, да, оккупировала. Это аналогичная ситуация с так называемой ЛНР, квазиреспублика, еще одна. Что это такое? Это террористическое такое образование, это оккупированная территория. Вот как можно сформулировать, если ее не существует в ДНР, то что это тогда? Ну, если рассуждать в политологических террориях, ну, с точки зрения закона в Украине, то есть, разумеется, все понятно, есть определение, которое дала им прокуратура, это террористическая организация, которая действует на временно оккупированной территории. Если смотреть с политологической точки зрения, то это такой военный протекторат России. То есть, некий марионеточный режим, который был сформирован в 2014 году при участии каких-то местных деятелей, присланных из России, который должен был олицетворять такой процесс. Собственно, замысел 2014 года по версии кремлевских политтехнологов выглядел примерно так. То есть, вот эти народные республики, такие марионеточные режимы, должны были возникать поочередно во всех областях Юго-Востока Украины. Соответственно, потом последствия должны были объединиться в конфедерацию Новороссия, которая стала бы таким протекторатом России. Фактически, речь бы шла о расколе Украины, о оккупации ее половины Украины. Но этот процесс не пошел дальше, чем, собственно, где российские силы и пророссийские силы смогли закрепиться на части Донецка и Луганской областей. То есть, этот проект провалился тогда. Но поскольку уже сама эта идея была запущена с народными республиками, то пришлось ее как бы сохранять, да, и пытаться ее всячески наполнить каким-то содержанием, да, показать, что это не просто какой-то огрызок неудавшегося кремлевского политтехнологического проекта, а такой полноценный процесс там суверенизации, да, субъективизации некоего невиданного народа Донбасса. Вот, собственно, поэтому и возникает такой статус непонятный, когда, с одной стороны, это такая как бы часть, да, такой обломок такого ржавого боевого робота, да, который не справился со своей задачей, развалился тогда, и вот эта ржавая часть как бы стоит и что-то собой олицетворяет. И вот сейчас к ней пытаются к этой ржавой части пересадить абсолютно живые части Украины, да, вот сейчас кровью как бы их пытаются прикрепить вот к этому кремлевскому проекту. Вот ситуация по Херсонской области также, где сейчас местные так называемые власти собираются провести псевдореферендум еще один, там сейчас уже печатаются брошюры, буклеты, бюллетени и многое-многое другое для проведения псевдореферендума в Новой Каховке печатают. Это все местные жители говорят, повторят о том, что не будет поддержки, естественно, не будет никакой поддержки, не будет поддержки ни у людей, ну ни у кого. И вот есть такие даже массажеры, херсонцы хотят по зубам дать хорошо этому русскому миру, созывают митинги, вот берите украинскую символику, флаги, желтые и синие ленточки, приходите, митингуйте против этого всего дела. Я хочу обратить внимание, тут очень важно, как мне кажется, к моему огромному, к сожалению, в 2014 году была небольшая поддержка среди жителей Донбасса, среди жителей Луганской области, я могу говорить конкретно за Луганскую область, я сам из Донбасса, и я видел тех людей, которые выходили на митинги за так называемые Кузей Республики, за так называемый референдум и многое другое. Верили в пропаганду Российской Федерации о нацистах в Киеве, верили о том, что путь молодой, самопровозглашенной, саморожденной республики, это вот как раз будущее Донбасса. Была поддержка среди людей, но сейчас же нет поддержки у людей в Херсонской области, в Харьковской области, в многих других областях, то есть ситуация кардинально отличается. Я думаю, на этом тоже стоит акцентировать внимание. Ну и да, я тоже в 14-м году видел зарождение ЛНР из Луганска, поэтому очень хорошо, прекрасно эти процессы, помню, как все это происходило. Ну тут суть в том, что поддержки не будет, а технологии как бы остались прежние, то есть ничего нового не придумано с российской стороны. Да-да, меня слышно? Да-да-да, слышим вас хорошо, да-да-да, продолжайте. Я говорю о том, что политтехнологии остались те же, вот это как бы геополитические политтехнологии, если их только назвать, потому что это сложно какой-то адекватный термин подобрать. То есть идей никаких новых нет. Спустя 8 лет Российская Федерация пришла на украинские земли со всеми теми же старыми идеями, которые были в 14-м году. С восприятием того, что есть, что вот этот пресловутый Юго-Восток Украины это некие русские люди под угнетением, которых достаточно просто освободить, они будут встречать цветами, хлебом и ссорами украинцев, россиян, простите, украинцы будут встречать, значит, российские войска. Соответственно, возможно, если проводить, вернуться к этой идее, значит, проводить референдумы по областям, а потом в той или иной степени как-то инкорпорировать в состав российского пространства, то есть все эти идеи, они старые. Они постоянно сейчас натыкаются на то, что с реальностью они очень мало стыкуются. Это отдельно интересная тема, почему вообще эти идеи оказались так жевучими и почему тут имела место какая-то дезинформация со стороны или пророссийских политиков, либо российских спецслужб. Есть версия о том, что это стало следствием того, что деньги, выделявшиеся на работу на украинском правлении, просто разворовывались, да, наверх подавались победные реляции, о том, что проведена массовая работа, все украинцы, значит, охвачены пророссийской пропагандой, все только ждут освобождения. Но, тем не менее, факт остается фактом, идеи старые, и они будут все равно внедрять, потому что ничего, никакой альтернативы как бы нет этому. Просто как бы они не знают, что делать на самом деле вот на этом занятом оккупированном юге Украины, потому что, как мы видим, коллаборантов как таковых практически нет. То есть то, что представлено в виде пророссийского актива, ну, это очень явно. Опять-таки, даже по сравнению с 14-м модом, когда были структуры партии регионов, которые так или иначе были пророссийские настроены, был какой-то местный актив, антимайдановцы и так далее, то сейчас этого уже всего просто нет. А даже партии, считавшиеся пророссийскими, типа ОПЗЖ, насколько я знаю, в Херсоне, они также присоединились к протесту против действий оккупационных властей и не поддерживают референту. То есть тотальная неподдержка ни со стороны элит, ни со стороны населения у россиян поддержки нет. Что делать, на самом деле, они не знают. То есть там звучат различные варианты. Возрождать Таврическую губернию, присоединять ее к Крыму, создавать вот эту ХНР и так далее. Ну, то есть это все какие-то заготовки, которые плохо работают, потому что нет как бы не с чем работать. То есть это, на самом деле, полный... С политической точки зрения, это, конечно, крах российской политики. То есть если с военной точки зрения они опираются на мощную машину и могут как бы предъявить какие-то результаты своей агрессии, то с политической точки зрения это крах, потому что нет никаких идей, которые Россия может сейчас предложить украинскому населению. Поэтому остается только голая оккупация. Но, тем не менее, в Москве все время пытаются что-то придумать, чтобы ее как-то закамуфлировать. Ну, собственно, это идея с референдумом, это пытка просто камуфляжа оккупации. Ну, слушайте, по сути, Москва постоянно пытается что-то придумать, при этом мы постоянно слышим, видим информацию о том, что провал идет мобилизации в псевдореспубликах ДНР и ЛНР. Тем не менее, ДРГ работают, тем не менее, российские солдаты там, где они прошлись и там, где они оккупировали территорию, они максимально пытаются привлечь местное население к тому же, к чему, служить в так называемой ДНР, для того, чтобы воевать против украинцев тоже или что. Например, по Харьковской области была информация о том, как искали там данные, как говорили населению местным. Украинские войска говорили, предупреждали, не давайте никому свои данные из российских представителей, представителей российской армии, дабы потом вам никаким образом это не было последствий, дабы вам потом не пришлось воевать в так называемой ДНР. Давайте послушаем эту информацию, обсудим. Эти персональные данные впоследствии могут быть использованы как для принудительного вывоза в трудовые и фильтрационные лагеря на территорию ДНР, ЛНР России, так и для принудительной мобилизации мужчин или организации псевдореферендумов. Наши земляки, которым сейчас крайне сложно, находятся в информационном вакууме, так что предостережения, которые вы передадите родным, могут спасти жизнь им и соседям, с которыми они поделятся информацией. И вот люди, свидетельства тоже людей, которые были очевидцами, которые понимали, как это все происходило в так называемой ДНР. Ирина с тремя детьми и матерью сейчас приехала история, вам пример, в Хмельницкий из Донецкой области. Ее родной городок расположен в 16 километрах от Маринки. И вот в течение 8 лет женщина и ее семья жили, ну, по сути, с вот этой псевдодНР под боком. Что она видела в псевдореспублике, рассказала журналистам и до издания всем. Послушаем короткую часть. Горняк – это самая высокая точка в нашем регионе. Нам видно все – Маринку, Красногоровку, Пески. Когда в 14-м году началась война, мы выходили на улицы и видели, как обстреливают соседние города. В городе поставили блокпосты, и мы ходили узнать, кто там стоит. Проходим один – стоят украинские военные. Идем дальше, спрашиваем – а вы кто? Нам отвечают – Донецкая народная республика. Мы простились и вернулись. Когда закончились активные бои, Горняк стал прифронтовым городком. Наша территория всегда была под контролем Украины. А туда, в ДНР, никто не хочет, потому что мы знаем, как там живут. В городе я видела только серых зомби. Но ведь я видела Донецк раньше. Много молодых студентов, девушки красивые. Теперь тут нет ни одного такого человека. На центральной улице все закрыто. Делать там нечего. В 14-м году все остановилось. С того времени в Донецке не построили ничего нового. Это путешествие в советское время. Они требуют кучу справок. А когда туда приезжаешь, молчишь, потому что ничего лишнего сказать нельзя. У меня такое чувство, что все хорошие люди оттуда уехали. Константин, я ни в коем случае не хочу обесценивать то, что сделали украинские войска в 2014 году, остановив российскую тогда оккупацию, российскую навалу. Но Игорь Гирькин-Стрелков, известный человек, скажем так, в широких кругах. Первый так называемый министр обороны, ДНР. Человек, который сейчас критикует российскую власть, скажем, я не знаю, как его сейчас назвать, честно говоря, попросту. Это фейковый человек из фейкового государства. Так вот, он сказал, что в 2014 году российские войска остановились там, где они остановились. Именно для того, чтобы давить на Украину дальше. Не оккупировав там южные регионы и многие другие города, просто для того, чтобы оставить точку давления на Украину. Как это было и в Абхазии, в Грузии, Абхазии, Южной Осетии и другие места. Именно поэтому Российская Федерация не называет эти территории своими, российскими, чтобы давить на государство? Ну да, но если брать, опять-таки, да, вот эту историю всю с так называемым ДНР, ЛНР, да, конечно, это был такой инструмент давления оставить территории, которые формально и Россия признавала части Украины, но в то же время на которую установила полностью под контроль на себя администрации, которые проводили выгодную политику, и пытаться затем эти территории как бы инкорпорировать в состав Украины, ну то, что было связано с минским процессом печальной памяти, да, для того, чтобы потом через эти территории, легализовав вот эти пророссийские силы в украинском пространстве, пытаться влиять на внутреннюю, на внешнюю украинскую... Менее 30 секунд, вот, прошу вас, да, сформулировать так мысль. Да, но, как мы видим, этот вариант не сработал, да, то есть за все это время Минские так и не были реализованы, Украина, понимая, да, украинское руководство, понимая, к чему их реализация приведет, они были подписаны как бы под угрозой российского вторжения, но Украина отбивалась, и поэтому уже исчерпав этот инструментарий, Россия перешла к какому-то открытой агрессии, да, потому что теперь уже, ну, нет смысла в каких-то прикрытиях, да, хотя они по-прежнему пытаются таких изобретать, но сейчас, конечно, речь идет уже о прямой агрессии. Спасибо вам огромное, Константин, напомню, Константин Скворки, независимый журналист и политолог, был с нами на связи. Ну, а сейчас предлагаем вам материал о том, как Путин переписывал, пытался переписать историю, почему на Россию не получилось, ну и, собственно говоря, как создавались фейковые республики и их исход. Русский народ, он очень доверчив, он очень наивен, он очень открыт, его легко морочить, его легко обмануть, его только не обманешь в другом, у него не отнимешь его сказочную мечту об идеальном бытие. Председатель изборского клуба, как сам Александр Проханов говорит, почтенного и просвещенного собрания предлагает участникам создавать формулы для внедрения в головы русского сознания. В 2000-е годы он стал таким воинствующим имперцем. И вот то, что он стал председателем этого клуба, это очень показательно. И то, что вот клуб был создан на границе с Эстонией, потому что идеология этого клуба – это восстановление Российской империи. Это богоизбранность, это я цитирую, российского народа. Собрание озвучивает идею за идеей. Крым. Крым – это огромный ресурс. Который, которому нужно по-новому подойти. Второе – Донбасс. Донбасс. Донбасс не может больше существовать, как место, где избивают русских. Вот там, на Донбассе, вокруг Донбасса должны быть произведены речения, слова, формулы и поступки государственные, которые опять будут способствовать воскрешению русского фактора. Воскрешение русского фактора по логике изборского клуба должно способствовать и поклонению Сталину. Клуб даже заказал икону с его изображением и возил по русским городам. Только ни икона, ни идеология расшизма, ни война, и ее оправдание, которым занимается клуб, сделать Донбасс русским не смогут. Международное право не меняется военным путем. То есть даже если какую-то дополнительную территорию Путина во время этой войны против Украины еще откусит, например, в Луганской области 80% сейчас оккупировано российскими войсками. И даже если эту территорию он присоединит к так называемой Луганской народной республике, это все равно будут непризнанные республики. Признали фейковые республики такие же фейковые формирования. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. О нелегитимности так называемых ДНР и ЛНР говорит и то, что несколько миллионов украинцев оттуда попросту выехали. Псевдо-государства создаются специально, чтобы вести войну против соседнего государства. В данном случае ДНР и ЛНР создавались именно для этого. Это была стратегия раскола Украины. Там же вначале была попытка даже вообще создать параллельную Украину. Под названием Новороссия. Впервые о так называемой Новороссии Владимир Путин публично заговорил в 2014-м после оккупации Крыма. Это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Этим проектом занимался Владислав Сурков, который по последним данным арестован. У него не получилось. Осколками проекта стали так называемые ЛДНР. По версии Путина, который мнит себя историком, из Новороссии и Донбасса Ленин слепил Украину. Хотя до этого у Путина была другая версия появления украинского государства, противоположная. Украину создали поляки и австрийцы, используя украинских националистов. В чем ошибка Путина? Украина, как независимое государство, появилась в результате распада Царской империи, как и целый ряд других государств в то время. Была воссоздана независимая Польша в этот же период, Финляндия. В 1920 году, когда Путин говорит, что большевики отдавали территорию Украине и все такое, Украина также владела такими городами, как Таганрог, Шахты и другие, которые сейчас Ростовская область. Путин не знает Украину, ни ее историю, ни настроение внутри страны. Не получилось создать так называемую Новороссию, не вышло взять Киев. Боевой план захватить Восток и Юг Украины тоже обречены на провал. И тут никакая идеология изборских клубов не поможет. Дарья Вершилинка специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.